Всем привет и добро пожаловать на новый ролик по мобильной игре Mortal Kombat. И сегодня мы будем играть с составами от подписчика и зачищать очередную башню. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, кто из подписчиков первый оставил свой состав. И это подписчик с ником Артур Шиян. Пожалуйста, возьми ЖДЖЕЙД, Шинек Игрок Кости и Каталькан Бог Солнца. Что ж, без проблем, иду навстречу. Вот у нас Джейд, это единственный пока у меня алмазный персонаж. Опять же, благодарю подписчику, который активировал и купил мне этого героя. Ну и сейчас Шинек, в прошлой части я его открыл. Вот немножко его уже прокачал. И давайте-ка добавим еще Каталькана Бога Солнца и отправимся в битву. Вот в принципе, враги не столько сильны. Вот, конечно же, победа будет у нас в кармане. Тем не менее, я надеюсь, что бой будет интересным и прикольным. И да, друзья, благодарю за ваши отзывы состава. Вот, приятно, когда вы отвечаете. Поэтому прошу поддержать их вот лайками, подписками и комментариями. Итак, друзья, по-моему, там сегодня 6 или 7 составов. И я думаю, их как раз хватит на зачистку башни. Итак, давайте-ка я возьму пока самого моего слабого бойца. Это у меня Бог Солнца Каталькан. Вот я его немножко вот так потестю в битвах. Отлично. Итак, не сработал удар. Но ничего страшного. Отлично. Итак, продолжаем атаковать. Не забываем про блоки. Отлично. Итак, ах ты вредный ящик. Я в шоке. Итак, очень круто ящик сбил нашего героя. Но я надеюсь, что Джейд отомстит. И да, есть возможность. Ах ты вредина. Смотрите, что творит. Итак, заплевал нашего героя. Вредный монах восхватил нашу героиню. Но я сейчас призову вот Шинёка. И пусть он немножко отомстит. Отлично. Итак, вот пытаемся запинать монаха. Удар посохом. Вот просто супер. Ну и есть возможность использовать удар. Вот. Итак, 150%. Вот и враг повержен. Кстати, всё-таки я хотел бы добить противника при помощи Каталькана, Бога Солнца. И да, у меня есть возможность использовать суперудар. Но Кейси Джигайджи не даёт. Итак, да-да-да. Вот-вот-вот-вот-вот. Итак, удар. Кейси проходит. Отлично. Увеличит урон. Вот, противница всё-таки выбила моего героя. Вот. Итак, это получилось как-то не очень здорово. Итак, не привык, конечно же, пока к этому персонажу. Тем не менее, победа. Супер. Ну что ж, благодарю подписчика за состав. Ну а мы идём с вами дальше. И да, а вот я думаю, в конце мы с вами, конечно же, купим алмазный пак. Вот, опять же, благодарю подписчику, который затонатил мне гемы. Супер. Ну что ж, друзья, продолжаем. Вот, я, конечно же, буду стараться покупать по акции, только алмазные паки. Ну и опять же, если будет просьба от подписчиков, я буду, вот, покупать разные пакеты. Итак, давайте-ка изменим и попробуем взять следующий состав от подписчиков. Итак, следующий был у нас Пронили Лол. Состав Сирай Рю, Кунзинь и Соня Блэйн. Комбат, Коб, пожалуйста, используй этот состав. Без проблем. Итак, Сирай Рю, Кунзинь и Соня Блэйн. Попробуем. Итак, Сирай Рю, Сирай Рю, Сирай Рю. Соню Блэйт я сразу же увидел. А где же наш Сирай Рю? Вот, где-то здесь. Да, вот он. Отлично. И еще третий игрок у нас. Это, это, это у нас Кунзинь. Отлично. Кунзинь, Кунзинь, где Кунзинь, где-то я потерял. Кунзинь, Кунзинь, где же ты, дружище, ты нам нужен в этой битве. Итак, состав тоже довольно-таки хорош. Правда, друзья, будем играть на грани. Будем играть на грани. Враг тоже силен, хотя не настолько. Отлично. Итак, я уверен, победа у нас будет в кармане. Что ж, сыграем и посмотрим, что из этого получится. Вот, буду как-то равномерно сражаться бойцами, чтобы всех их потестить в битве. Вот, жаль, что нашего Каталькана, бога солнца, запинали. Какой-то он совсем дохлый. Итак, Соня Блэйт сразу же наносит серию ударов Аштеку. Отлично. Сбиваем его с ног, в блокировку. Вот, пытаемся опять же контратаками его запинать. Ага, переключились. Итак, ящер. Ну, а я, кстати, тоже могу переключиться. Давайте-ка, друзья, возьмем следующего бойца. Ах, ты вредина. Смотрите, что творит. Ага, не получилось суперудар. Но сейчас мы используем. Итак, давайте-ка, хотел активировать суперудар. И выстрел из лука просто сносим противника. Отлично. Итак, пытается ящер нанести побеждение, но мы сейчас, я уверен, запинать. Кстати, давайте-ка я еще переключусь на серое лю. Вот, кстати, есть возможность метнуть кинжалы. Давайте-ка мы это сделаем. Да, 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 вот. Отлично. Кстати, что-то слабо прошел урон. Что-то слабо прошел урон, но я думаю, ничего страшного. Итак, пытаемся запинать рептилию. Вот, и уже рептилия пинает нашего героя. Ах, ты вредный ящер. Смотрите, что творит. И да, есть возможность бросить кинжалы. Вот, недостаточно я прицелился, но ничего критичного. И да, вот. Ах, ты вредина. Смотрите, что творит. Давайте-ка я переключусь на Соню. Пусть Сонька вот немножко напинает этой рептилии. Итак, 45%. Отлично. Так, серия мощных ударов. Продолжает, кстати. Соня очень здорово. Мне нравится как боец. Ах, ты вредина. Что творит? Заплевывает нашу героиню ядом. Вот, но это не критично. Сейчас мы его допинаем. Отлично. Ну и давайте-ка, друзья, я закончу бой. Кунзына. Этот герой мне очень круто нравится. И выстрелом из лука сейчас попробуем его добить. Вот так. Просто супер. Ну что ж, классный состав. Классная битва. Благодарю подписчика за этот состав. Ну а мы идем с вами дальше. Итак, выбираю следующую команду. А следующая команда у нас от подписчика с ником. Итак, смотрю. Так. Подписчик с ником Мэраби Радужный Псих. Вот. Итак, Мэраби попросил Старший Бон Кинши, Скорпион, Ханзо Хасаши и Куньлау Кулаки. Итак, друзья, смотрите, у меня есть, нету Старшего Бога Канзо Хасаши, просто есть Канзо Хасаши, есть просто Скорпион и есть Куньлау Кулаки. Вот. Ну, давайте-ка, друзья, я вот попробую Канзо Хасаши, Скорпиона и Куньлау. Взять это что? Все, что я могу сделать. Вот. То есть состав немножко не тот, который заказал подписчик, но я надеюсь, что понял правильно. Итак, Куньлау Кулаки. И вот, дальше я ищу Скорпиона. Где-то здесь он у меня есть. И Канзо Хасаши, Канзо Хасаши, по-моему, там был. Итак, прошу прощения, кто там был? Скорпион, Старший Бог Кинши. Старшего Бога нету, но есть просто Кинши. Итак, где мой Кинши? Где-то я его видел. Вот. Вот. Ну, как-то так. Я не знаю, это ли имел в виду, радушный псих, но надеюсь, что правильно выполнили его просьбу. И опять же, надеюсь, что победим. Ну, конечно же, преимущество на нашей стороне, но я буду Калькана использовать только в крайнем случае, чтобы не запинать сильно врагов. Вот, в принципе, он очень крут, поэтому, конечно же, он сам может всех запинать. Итак, давайте-ка я пока уберу Кунь Лао. Пусть сражается Кинши против Сирай Рю. Вот. А вот Кунь Лао я уже наставлю на самый конец. Итак, смотрите, как здорово сражается Кинши, несмотря ни на что. Какая классная серия ударов. Ну и сейчас я попробую использовать супер прием. Ах, ты вредный, что делает Аштег. И да-да-да-да-да-да-да. И Кинши использует свой супер удар. Кстати, давайте-ка я еще приключусь на Скорпиона. Отлично. Итак, серия ударов. И сейчас попробуем метнуть. И метаю вот на цепи. Итак, почему-то промах, почему-то не сработала цепь. Вот, но я думаю... Ой-ой-ой, смотрите, сколько снял жизни Каталькан с нашего Скорпионушки. Но я надеюсь, что сейчас мы как-то используем лучше этот удар. Да, есть, есть. Удалось все-таки пронзить противника. И надеюсь, что сейчас его допинаем. Нужен добивающий удар. И переключился Аштег. Ну что ж, думаю, надо добивать противника при помощи шляпы Кулака Шаления Кулава. Как видите, враг повержен. И ставим точку в этой битве. Вот, просто-просто супер круто. Итак, не уверен, что я выполнил полностью просьбу подписчика. Возможно, она или он имел других героев. Я, прошу прощения, сразу же не понял по нику, кто это мальчик и девочка. Вот, потому что как бы ник... Меради, радужный псих, непонятно. То ли парень, ну, больше похоже на парня. Поэтому сразу же прошу прощения, если неправильно понял. Итак, да, вот, Акрам Сулеймана попросил второй за 70 тысяч набор, там, мол, от гнева, чтобы я купил. Ну, давайте-ка, друзья, еще, кроме алмазного набора, попробую купить и этот набор. Вот, кто-то спрашивает, что за Mortal Kombat. Это Mortal Kombat на Android. Раньше он был Mortal Kombat Mobile, а сейчас просто в плей-маркете Mortal Kombat. Итак, друзья, смотрим дальше. Вот, Андрей Толстяков просит, чтобы я играл в «Войны фракции». Друзья, будем играть, но позже пусть немножко я усилию, прокачаем героев. А следующий состав от подписчика, возможно, подписчица, наверное, все-таки подписчица. Мишель Садатшоев. Нет, подписчик. Мишель Садатшоев. Либо подписчица. Так, прошу прощения, не пойму, кто. Мишель Садатшоев. Вот, состав. Джей МК-11, Соня Блейд, Комбат Куб и Джонни Кейдж. Ну, попробуем, попробуем вот этот состав. Итак, Джейд, Соня Блейд и Джон Кейдж. Попробуем изменить. Итак, и так, и так, Джейд, Соня, 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 Соня Блейд и еще третий герой. Это у нас Джонни Кейдж. Джек Кейдж. Джонни Кейдж, вот он. Ну, как-то так, друзья. Итак, давайте-ка сыграем. Ну, конечно же, Джейд у нас из МК-11 самая крутая. Но, я думаю, пока сыграем Джоном Кейджем и Соней Блейд, а уже Джейд будет у нас на финальной добивающей удары. Отлично. Итак, пробуем, пробуем, тестим. И надеюсь, что бой тоже получится интересным, забавным и прикольным. Кстати, стараюсь прокачивать герой. Правда, не всех еще усилил экипировкой и навиками, но буду стараться это делать. Итак, вот серия ударов. Отлично. Кстати, я не приключился. Я не приключился. Давайте-ка, друзья, наверное, переключусь. Все-таки. Итак. Ой-ой-ой, друзья. Блок, 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 блок. Нужен. Вот, блок. И давайте-ка, Джон Кейдж будет попробовать запинать солдатку. Вот, хотя пишут солдат, но, как по мне, это солдатка. Ах ты, Соня. Вот, Сонька против Джона Кейджа и удар с разворота. Отлично. Кстати, есть возможность использовать суперудар. И удар снизу. Вот, наносит хороший урон. Вот. Пинает нашего Джона Кейджа. Ну, а он, смотрите, тоже неплохо наносит серию ударов. Итак, в бой включается ящер, но, я думаю, сейчас мы его тоже попробуем подловить. Да, есть. Вот так, вот так, вот так, вот так. И удар снизу сносит большую часть здоровья. Отлично. Причем, Джон Кейдж, в принципе, вот равный силами с другими игроками. Вот, видите, пробивает защиту, но ненадолго. Отлично. Кстати, давайте-ка я приключусь на Соню Блейд, чтобы было интереснее. Вот. Отлично. Ой-ой-ой, что творит? Итак, Соня, давай-давай-давай-давай. Удар с разворота, с разбега, двумя ногами. И ящер, по сути, выбит. И, конечно же, прикольная картина. В девчачьи бои Соня Блейд против своего двойника. Ох, какой крутой удар. Но это уже ей не поможет. Итак, удар не прошел почему-то. Ну, сейчас мы тоже... Ах ты, вредина, что творит? И давайте-ка, друзья, я пытался, друзья, использовать удар с разворота. Вот так. И давайте-ка, друзья, я переключусь на МК-11 Джейд и добьем противника. Вот так. Что ж, это было круто. Это было здорово. Хорошая победа. Хороший бой. И мы идем с вами дальше. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, достигает наши, кстати, удалось взять новый уровень. Это радует. Ну и я беру следующую команду от наших подписчиков. Вот, кстати, пятый бой. Вот, давайте-ка, изменив состав и посмотрю, кто там дальше что написал. Итак, это была Мишель Садошоев. Мишель Садошоев. А дальше у нас состав от подписчиков с ником Стар. А можешь взять мой состав. Джонни Кейдж, Соня Блэйд и Соня Блэйд Комбат Куб. Извини, дружище, у меня не все герои есть. Могу взять только Джонни Кейдж, Соня Блэйд и... И посмотрю, кто у меня еще. А, у меня, кстати, две Соня Блэйд. А ну-ка, друзья, сейчас попробую взять. Я забыл, что у меня... Действительно, у меня же несколько Соней Блэйд. Итак, Джонни Кейджа оставляю. Одна Соня Блэйд. И у меня еще есть одна Соня Блэйд. Да-да, друзья. Вот, все правильно. Я забыл, что у меня две Сони Блэйд обычные и Соня Блэйд Комбат Куб. Так и написал подписчик. Да, да-да-да. Итак, давайте-ка, друзья, сразимся этим составом. Кстати, состав классный, прикольный. И я надеюсь, что он себя неплохо покажет сейчас в битве. Отлично. Две Сонни вместе с Джоном против других игроков. Ну и еще одна команда, и мы полностью защищем башню. Итак, смотрите, какая она классная, какая крутая. Очень мне этот герой нравится. Смотрите, как здорово наносит удары. Вот, отлично. Блок. Защищаемся от Линкея. Какая классная серия ударов. Кстати, я могу попробовать использовать суперудар. Да-да, вот так, вот так, вот так, вот так, 45% и двойной удар. Ног сбивает Линкея с ног и надо добивать. Есть. Итак, один противник выбит. Ну и давайте-ка, друзья, я переключусь вот на Джона Кейджа. Пусть он тоже немножко запинает Скорпиона. Итак, удар снизу. Вот, отлично. Вот, что в Скорпион, в свою очередь. Контратакует. Ну, а мы пытаемся его запинать. Ой, смотрите, что творит. Что творит, но это как бы не критично. Вот, держим его удары и пытаемся контратаковать. Итак, солдатка уже пошла в атаку. Ну, а я ее подлавливаю и наношу удар снизу. Отлично. Вот, блок. Вот, кстати, возможно... Кстати, Соня Блэйд наибольше мне нравится. Очень классный герой. Что и солдат, что и вот эта, которой мы играли, золотая. Вот, оттверденно. Смотрите, что творит. И так, подлавливая Скорпиона. И давайте-ка, друзья, я переключусь на нового персонажа. Итак, обычная Соня Блэйд. И сейчас она пнет круто Скорпиона. Вот, отлично. И, кстати, друзья, вот, наверное, все-таки я сейчас попробую переключиться на вот ту крутую Соню Блэйд. Она очень здорово мне понравилась. Даже больше, чем обычная. И пусть она завершит бой. Итак, завершим бой суперударом. Итак, двойной удар ног должен просто выбить солдатку. Ничего себе. Она выжила, но ненадолго. Итак, Соня Блэйд выбивает и уничтожает оставшихся врагов. Круто, круто. Без вопросов. Очень классный персонаж. Супер. Итак, друзья, мы получили две души, что, конечно же, здорово радует. Что ж, идем с вами дальше, друзья, и берем следующую команду. И сейчас мы зачистим башню. Итак, кто у нас остался? Осталась как раз еще одна башня. Враг не настолько силен, как я ожидал. Я, честно говоря, после вчерашней башни ожидал. В прошлом видео мы играли. Были противники значительно сильнее. И почему-то сейчас оказались не настолько круты. Ну, а сейчас давайте-ка возьмем еще один состав от подписчиков. И это Даня Юртаев. Он попросил составу. Каталькан, Темный Властелин, Соня Блэйд Комбат Куб и костюм Джеки Брикс. Ну, давайте-ка я возьму пока Каталькан, Темный Властелин. Итак, Каталькан, Темный Властелин. Соня Блэйд Комбат Куб я взял. А третий герой не совсем понял, кто это у нас. Костюм Джеки Брикс. Джеки Брикс сейчас посмотрю. И да, друзья, прошу прощения, не всех героев я знаю. Итак, Джеки Брикс, фермер. Джеки Брикс просто у нас. Ага, вот костюм Джеки Брикс. Вот, это девушка. Все, понял. Разобрался. Итак, друзья, не всех героев я еще как бы изучил. Вот, кто у меня есть. Сейчас давайте-ка пройдемся по всех персонажах. Так, Сержант, Монах, Серарю, Лин Куэй, Рептилия, Джон Киттс, Скальпион, Аштег, Киньши, Девора, Ящер, Каталькан, Соня Блэйд, Джек Брикс, Фермер Джек Брикс, Куньзынь, Команда Кано, Классический Кано, Шинек, Игрок в Кости, МК11J, Мастер Шаолиня Кулау и Кулак Шаолиня Кулау. Ну что ж, ну а мы идем в финальный бой на сегодня. Вот, против Лун Кея, Саб-Зиро и Серарю. Ну а потом попробуем открыть алмазный пак и возможно удастся выбить второго алмазного персонажа. Вот первого, кстати, мне выбил один из подписчиков. Вот, задонатил души, задонатил до золота и вот купил мне персонажа. Отлично. Ну что ж, давайте-ка потестим. Итак, давайте-ка я переключусь на нового игрока. Вот, на костюм Джеки Брикс, кстати, не совсем я понял, как здесь переключаться. Вот, ну, давайте-ка пока так. Вот, выпал такой костюм. Ох, как круто она сражается. Ничего себе, как выбивает врагов. Лин Кея пытается что-то сделать, но у него нету шанса. Смотрите, как круто она сражается. Итак, есть возможность использовать суперудар. Ага, и вот так удаст внизу. Вот, как у Джона Кейджа, кстати, похожий удар. Отлично. Итак, пытаемся запинать Лин Кея. И переходит бой Суб-Зиро. Ах, ты вредина. Смотрите, что делает. Заморозил нашу героиню. Давайте-ка я вот пошлю в отместку Каталькана. Вот, пусть нанесет робко-круто. Руби своим мечом. И сейчас, друзья, если я не ошибаюсь, у меня будет доступен второй удар. Вот, и у меня доступен удар сейчас Ахты Вредина. Что это было? Что это было? Итак, моего героя замораживает. Итак, давайте-ка я попробую отомстить. Ой-ой-ой, смотрите, что делает этот Суб-Зиро. Но это не критично. Итак, давайте-ка я все-таки попробую запинать Лин Куэя. Да. Вот, отлично. Вот, кстати, хотел ударом этого героя. Вот он попадает в тело, разрезает этим своим мечом. Не получилось набрать достаточно энергии, чтобы использовать этот суперудар. Тем не менее, герой сражался круто, и герой сражался достойно, уничтожил противника, и мы зачистили сегодня и эту башню. Супер. Ну что ж, друзья, возвращаемся назад, и давайте-ка я посмотрю, вот, относительно того пакета, который просил купить подписчик. Вот, кстати, что у нас по персонажам? Нет ли алмазного персонажа? Есть Барарка, есть Джон Кейдж, и есть пронизывающий Милана. Кстати, кто-то из подписчиков просил, чтобы я купил этого героя. Я что думаю, друзья, давайте-ка мы, наверное, все-таки купим этого героя. За него мне просили подписчики. Вот, и я думаю, он будет крут. Итак, друзья, покупай этого героя. Вот так выглядит пронизывающая Милана из внешнего мира. Вот, ну что ж, давайте-ка мы купим. Вот, пока у нас есть души, вот, я думаю, этот нам герой не помешает. Итак, принимайте нового персонажа в моей коллекции. Итак, что-то не знаю, почему-то система долго подглючивала, но мы как бы все-таки купили. Отлично. Итак, направляемся к наборам карт. И да, конечно же, друзья, я еще не купил сегодня бронзовый персонаж. Давайте-ка посмотрим, что там выпадет. Возможно, какое-то улучшение, либо, возможно, хорошее оружие. Итак, что же в случайной карте? Так, что-то долго подгружается система, но ничего страшного. Итак, в обычном паке у нас повышение уровня спецприема персонажа. Вот второе улучшение. Ну что ж, неплохо. Вот, конечно же. И да, что против не хотел. Итак, подписчик просил, чтобы я купил набор снаряжения за 70 тысяч. Это был подписчик с ником. А это какой-то молот. Вот, второй за 70 тысяч набор там молот гнева. Акран Сулейманов. Что ж, дружище, давай-ка попробуем. Я еще, честно говоря, этот набор не покупал. Давайте-ка мы пооткроем, посмотрим, что же в нем. Итак, откроет этот набор снаряжения, чтобы иметь шанс получить эпическую карту снаряжения молот гнева. Содержит три карты снаряжения. Ну, посмотрим. Итак, что здесь у нас? И здесь у нас обычный чехол, броня. У меня уже есть такая. И, как видите, она объединяется. Вот, до брони второго уровня. Да. Отлично. Дальше что у нас? Это у нас снаряжение внешнего мира, броня. Вот, отлично. И тоже мы ее соединяем. Здорово. Ну что ж, супер. А что же у нас следующее? А следующее, это у нас эликсир души, аксессуар, кольцо. Я так понимаю, или что это? И этот аксессуар тоже объединяется. Ну, как-то так. Вот. Ну что ж, продолжим, друзья. Возможно, можно было бы выбить что-то интересное, но почему-то сегодня как-то так. И да, кстати, давайте-ка посмотрим, что же у нас в ежедневном наборе, а потом уже купим алмазный пак. Да, ежедневного набора вы не увидите, так как я вчера его открывал. Ну что ж, тогда возвращаемся к набору карт. И давайте-ка посмотрим, что у нас за алмазный набор. И, возможно, есть на какой-то есть акция. Итак, это набор Круг Тени. Вот. Открой набор Круг Тени и получи уникальный шанс достать карту алмазного персонажа Китана Круга Тени. Ликан Круга Тени и Ликан Чи Круг Тени. Вот. 400 гемов. Жалко, жалко. Вот. Алмазный набор МК-11. Открой набор и получи шанс достать карту одного из алмазных персонажей. персонажей Камбал из МК-11, Джейт из МК-11 и Рейды из МК-11. Опять же, не хочу повторяться. У нас у меня уже есть этот набор, чтобы не получилось удвоение персонажа. Вот. Еще у нас есть возможность в прошлом видео я открывал алмазный набор. Вот. Это у нас откроет элитный набор в Перисподне и Старшие Боги. И получи уникальный шанс достать карту одного из 14 алмазных персонажей. В этот набор включены только Старшие Боги и персонажи из Присподней. Итак, не знаю, друзья. Не знаю, кого выбивать. То есть, пишите в отзывах, комментариях, какой из паков открывать в следующем видео. Ну, давайте-ка, друзья, я сегодня открою этот пак. Возможно, удастся кого-то выбить из этих алмазных персонажей. Не хочу, в принципе, рисковать, чтобы из алмазного набора не выпало опять жесть. Но, опять же, буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну, а сегодня давайте-ка попробуем открыть вот этот набор. Итак, душ становится все меньше. Вот. Я не знаю, друзья. Если так дальше пойдет, мне придется опять просить подписчика, чтобы он мне затоненател немножко душ. Вот. Да. И ссылку на этого игрока, который мне помог, я оставлю в отзывах, комментариях. Если кому-нибудь будет интересно с ним связаться. Вот. Оставлю его электронную почту. Ну, как-то так. Итак, друзья, что в этом наборе? Улучшение. Повышает уровень любого персонажа. Особенно полезно для персонажа с высокими уровнями. Ну, здорово. Итак, опять же, поднятие уровня на персонаж. Ну, и самое главное. Да, повышение уровня спецприема золотого персонажа. Вот спецприем. Ну, и, друзья, у нас вот такое вот бешенство Тигра Гора. Пассивные умения Драконорожденный. Завершающий комбо из спецприема имеет шанс нанести длительный урон огня все персонажи с огненными атаками. А в отряде Гора имеет 25% шанс поразить противника огнем, который наносит длительный урон сопернику или смене бойца. Ну, как-то так. Что ж, друзья, вот сегодня у нас два новых крутых персонажа. Вот нам удалось открыть. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, как вам эти два героя, пронизывающие Милана и бешенство Тигра. Вот, прокачивать их и кого брать в следующем видео. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!